Сейчас очень удобно многим родителям, как бы эта тема избито не звучала, телефон отдали в руки, и родители свободные дома, и ребенок занят, да? Вроде как на глазах, чем-то там занят. Я не устаю задавать вопрос на протяжении шести лет поездок по районам и сборам с родителями на тему того, что у вашего ребенка в телефоне. Но самый парадоксальный ответ от родителей, когда ребенку там 10-11 лет, они говорят, а я не знаю, у ребенка телефон-то запаролен. Я говорю, кто платит за тариф? Я, кто симптом оформлял? Ну так может быть доверительное отношение или какой-то шантаж может быть семейный. Все-таки вы должны знать, где ребенок. У нас с вами было несколько печальных случаев, когда ответственные сотрудники правоохранительных органов вычисляли так называемых кураторов, пускай это было эпизодически, и слава богу, что эпизодически на территории нашей области кураторов по синемке там, и так далее и тому подобное. Были такие случаи, когда дети у нас на это, извините за такое слово, ведутся, читают. У нас в том году участились случаи преступлений, связанных с, это преступление называется, да, против половой неприкосновенности, там преступления сексуального характера, самого физического воздействия не было, но у нас очень много, почему-то взрослых людей рассылают свои фотографии, понятно чего, и требуют замен у маленьких детей. В своей фотографии ребенок не наученся в цифровой гигиене, родителям никогда или абсолютно родители не научены тому, чтобы отслеживать эти вещи. Действительно военное переломное время, и сегодня у нас идет не только горячая война, но идет еще такая серьезная информационная война в социальных сетях, и, конечно, одними из первых тех, кто является подверженным, являются дети, я буквально сегодня только вышел из школы, был два дня на больничном, не видел своих детей, но вот могу сказать, что те панические настроения, и очень, скажем так, сильно подавленные у кого-то, наоборот, очень искаженные представления, они, конечно, связаны с тем, что, безусловно, дети большую часть информации получают, конечно, из сегодня социальных сетей, ТикТок, Инстаграм, другие виды. Есть целый ряд законов, есть целый ряд преступлений в цифровой среде, которые наказываются уже. Здесь надо начинать с того, что просветительская деятельность. Здесь в карте четко сказано, у нас с вами во втором разделе, у нас, мне очень нравятся пункты 1, 4, 6 и с 11 по 13. Кто посмотрит, кому интересно, посмотрите, да? Создается безопасная цифровая среда, совместная ответственность за безопасную цифровую среду, обучать детей созидательно и ответственно использовать технологии и дальше. 11. Формируют сознательное отношение к своему поведению в сети, обучают осторожному обращению с персональной информацией и информируют детей о возможностях и опасностях в интернете. А в третьем разделе, 5, 6 и 8, принимают меры по предотвращению детей доступа к услугам и контенту, которые по закону должны быть недоступны для них, используют, обучают использованию, повышают доступность для всех категорий использований технологических инструментов по защите детей в онлайн-среде и создают и распространяют просветительский и воспитательный и позитивный контент. Вот это те столповые такие вещи, на которых зиждется не только картия, а вообще само понимание цифровой безопасности.